Ну а теперь о резонансной трагедии, которая вторые сутки разворачивается в Харьковской области. В Балаклее и сегодня были слышны взрывы. Склады с боеприпасами продолжали гореть. Напомню, вследствие ЧП один человек погиб и еще пятеро получили ранения. Самые последние новости узнаем от моей коллеги Светланы Шекеры, а она с нами на прямой связи. Света, приветствую тебя. Замминистра обороны вот совсем недавно отчитался, что пожар на арсенале потушен полностью. Ты можешь нам это подтвердить? Добрый вечер. Да, действительно, главная новость на эту минуту. Пожар на складах ликвидирован. Территория очищена практически от выбуха небезопасных предметов. Безпосредственно на арсенале очищаются сейчас дороги, проводится дополнительная разведка для проведения остаточной инвентаризации по тем объектам, которые вцелили, по тем складам, которые вцелили. Впрочем, какие именно снаряды взрывались, военные так и не говорят. Это тайна. И повторяют, это была диверсия. Один и тот же типовый механизм запускания летальных аппаратов и скидывания запалювальных пристроев або выродов. В чем проблематика? Наразі, ну, принаймні, мы и сегодня это будем обговорювати. Ну, насколько это возможно, есть ответственные представители. Потужность и спроможность, и восстановление, и модернизация летальных аппаратов позволяет им отдаляться и повертаться с несением ответственного вантажа до 100-150 километров. Губернатор отчитывается, люди могут вернуться в свои дома в радиусе 10 километров. Спасатели постоянно получают вызовы и выезжают на разминирование территории. В Балаклее работает 9 пиротехнических групп. Территория города Балаклея разделена на 9 секторов, из которых на сегодняшний день 3 уже очищены от выбухонебезпечных предметов. Людям обещают компенсировать затраты на восстановление их жилья из резервного фонда Кабмина. Но кому и сколько выделить, сейчас неизвестно, пока не подсчитают общий ущерб. О том, как жила сегодня Балаклея, в нашем следующем материале. Утром на пороге Балаклейской райадминистрации отчитываются военные. С шести вечера взрывов практически нет. На арсенал зашла разведгруппа и начала разминирование. Дом Нины Сироткиной в трех километрах от складов. Вчера в него попал снаряд «Ураган». Начался пожар. Спасатели только заканчивают тушить огонь. А что это, скажи, что это за снаряд? Ну, это точка У называется, ракета. «Ураган». То, что осталось от здания, представляет собой плачевное зрелище. Вот эта фунта у нас была. Вот полагали, только мы выкипили. Вот. Несколько дней назад. Снаряды лежат в Балаклее просто на улицах. Вот этот, например, прилетел на школьный стадион. Люди сами ограждают боеприпасы, как могут. Говорят, помощи ждать особо не от кого. А вот боеприпас застрял прямо в одном из окон жилого дома. Местные жители вызвали полицию. Приехал наряд, осматривают снаряд и успокаивают. Опасности он не представляет. Группа уже приезжала. Минеров не посмотрели, потом заберут. Во дворе вокруг полицейских быстро собирается толпа людей. Они буквально засыпают правоохранителей вопросами. Что оно бахкает иногда? Снаряды еще? Вы что, что сами не снаряды? Да вы хоть предупредите, хай сирену включат, что люди хоть потекали. Иначе в банальные дома живем, и они свалятся прямо нам на голову. Хай сирену включают хотя бы. Официально людям разрешат вернуться в дома только после того, как территорию арсенала разминируют. Но многие решили не ждать. Боятся мародеров. Переждали, приехали обратно. Ночевали дома, естественно. Ребята со средним домом. Всю ночь сидели, костер полили, охраняли весь дом, квартиры. И действительно, после эвакуации прошло чуть больше суток. А мародеры уже работают вовсю. Это подтвердили и в полиции. Правоохранители задержали мужчину, который украл телевизор. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область.